Еще во время подготовки к наземной операции против боевиков Хамаса, в колоннах бронетехники израильской армии находилось много необычных бульдозеров. Уникальный бульдозер IDF Caterpillar D9R стоит на вооружении армии Израиля и используется для разрешения конфликтов с палестинцами. Caterpillar и гусеница – это одно и то же слово, только на разных языках. Израильская армия продвигается в секторе Газа, используя бронетанковые войска, в авангарде которых находятся известные танки Меркава. Но их действия всегда поддерживаются инженерными войсками, которые оснащены бронированными бульдозерами Caterpillar D9IDF, иронично названными на иврите Дуби – Плюшевый Мишка. Caterpillar D9IDF является одним из ключевых элементов нынешнего наступления армии обороны Израиля Сахал против террористов группировки Хамас в секторе Газа. Операция израильских сил характеризуется медленным, но неуклонным продвижением на север сектора Газа, включая его столицу. На этом пути встречается большое количество туннелей, в которых скрываются террористы Хамас. Там же размещены их командные центры, системы вооружения и так далее. Использование бронированных бульдозеров в таких условиях сложно переоценить, поскольку Плюшевые Мишки гигантскими ковшами очищают направление движения от мин и самодельных взрывных устройств. Кроме того, Caterpillar D9IDF быстро и эффективно возводят из щебня или песка брустверы для защиты от прямого обстрела палестинской техники и особенно пехоты. Также бульдозеры необходимы для разрушения небольших зданий или пролома в больших строениях, чтобы впустить бронетранспортеры и, оказавшись внутри, защитить пехоту, не подвергая ее опасному снайперскому огню. Бульдозер массой 71 тонна управляется двумя военнослужащими, водителям и командирам, которые находятся в бронированной кабине. Бульдозер имеет 15-тонную броню в стекла, выдерживающие обстрел с любого стрелкового оружия и гранатометов, защитные экраны против РПГ. Кроме того, IDF Caterpillar D9IDF может быть оснащен дополнительным навесным оборудованием, системой дымовой завесы, пулеметом и гранатометом, управлять которыми можно прямо из кабины. Плюс, для защиты от стрелкового оружия и реактивных противотанковых гранат, их оборудуют дополнительным бронированием, устанавливают решетчатые противокумулятивные экраны. В результате вес боевых тракторов в настоящее время превышает 71 тонну. Для противодействия управляемым ракетам на них смонтировали комплексы оптико-электронного подавления МРДЖИК, один с датчиками лазерного облучения ЕЛАС. В результате девятки получили эффективную защиту от ПТУР второго поколения. К тому же экипаж теперь своевременно узнает о том, что попал в поле зрения вражеского прицела. Дополнительно экипаж получает информацию об обстановке от операторов беспилотников, постоянно мониторящих территорию своими дронами, находящихся над зоной боевых действий. Остановить Катерпилл не способно ни одной из орудий, имеющихся у Палестины. Даже мощные фугасы, которые устанавливались на пути плюшевого мишки, не могли нанести ему какой-либо ощутимый урон. История семейства бульдозеров Д-9 компании Катерпилл началась еще в 1954 году, когда была запущена в производство экспериментальная серия из десяти бульдозеров, получивших обозначение D-9X. Впоследствии бульдозеры постоянно модифицировались. За свою карьеру Катерпиллер D-9 наплодил несколько поколений, в которые вкладывались те или иные технические усовершенствования. Впрочем, визуально они практически ничем не отличаются, различия внутри. Своим массивным ножом, контролируемым четырьмя гидравлическими руками, Катерпиллер D-9 может грести все, что только можно, а также более-менее осторожно передвигать тяжести. Рыхлитель, устанавливаемый по желанию сзади, выдирает большие камни и сокрушает замерзшую землю. Размер и вес тракторов такого типа диктует область их применения, строительство, лесоводство, горная промышленность, разгребание мусорных свалок и так далее. Однако в случае с D-9, мирными специальностями профессия бульдозера не ограничилась. Вскоре после своего рождения, бульдозер D-9 был поставлен под ружье. Его боевое крещение состоялось во время войны во Вьетнаме. Военные и инженерные использовали целый флот таких бульдозеров, отмечая, что один D-9 способен выполнять работу сразу четырех бульдозеров D-7. Во время боевых действий в джунглях, это было особенно актуально. Однако, после окончания войны, D-9 были сняты с вооружения в пользу все тех же D-7, которые оказались более дешевыми и простыми в обслуживании. Следующий военный эпизод в судьбе D-9 оказался напрямую связан с силами самообороны Израиля, Цехал. При том, что Катерпиур Инкорпорейшн не производит военную версию D-9, именно такую захотелось получить израильским вооруженным силам. Договорившись с американцами, Цехал самостоятельно переработали гигантский бульдозер под свои нужды. Бульдозеры D-9 активно использовались еще во времена арабо-израильских войн, но всемирную известность получили гораздо позже, в 2003 году, благодаря кадрам из программ новостей, на которых D-9 просто сметали палестинские строения, как карточные домики. Американцы из компании Катерпиур вряд ли могли предположить, для чего будет использоваться их трактор. В этих операциях участвовали бронированные D-9, настоящие танки для уличных сражений. Дело в том, что фирма Израиля Милартери Индерстрис разработала специальные бронекомплекты трактор протецион китс для бульдозеров D-9 с учетом специфики боевых действий, характерных для сектора Газа и западного берега реки Иордан. Эти комплекты позволили максимально увеличить живучесть бульдозера, по сути превратив его в подобие танка, вооруженного бульдозерным отвалом вместо орудия. Водитель, а также двигатель и важные узлы бульдозера надежно защищены от стрелкового оружия, мин и фугасов. При использовании разнесенного бронирования Slat Armor, D-9 может выдерживать даже прямые попадания гранат, выпущенных из РПГ. При этом, бульдозер может и ответить нападающим огнем из пулемета FN-MAG, устанавливаемого на крыше. Все это позволило использовать данные боевые машины для очистки завалов, эвакуации, поврежденной техники и разминирования при интенсивном обстреле. Во времена антифады, бульдозеры использовались и для сноса домов террористов Аль-Аксы. К примеру, засел в доме снайпер или же забаррикадировались террористы со взрывчаткой. Подъезжает бронированный D-9 и просто уничтожает этот дом вместе с тем, что и кто там. Военные эксперты склонны считать D-9 одним из ключевых факторов, позволяющих избегать высоких жертв среди личного состава цехала во время уличных боев. На данный момент самой передовой модификацией D-9 стал беспилотный вариант, разработанный в Израиле. Как и в случае с летающими беспилотниками, Израиль оказался впереди планеты всей. Такие машины используются в IDF наряду и с обитаемыми бульдозерами. Будучи оснащенным несколькими видеокамерами, такой аппарат обеспечивает оператору даже лучший обзор по сравнению с обычным D-9. Ну а самое главное то, что оператор не подвергается опасности, в отличие от водителя обычной версии.